Человеческий порог это говорить тогда, когда не нужно, а идиотизм драться с тем, с кем не стоит. Приветствую вас африканские журавли, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на очередных чудаков, которых часто называют идиотами, возомнивших себя крутыми бойцами после просмотра фильма с Брюсом Ли, которые вызвали на бой реальных профи. Я уже делал парочку обзорчиков на таких мастеров, которые вы можете посмотреть на канале. Каждый интеллигентный человек должен быть готов ударить в лицо того, кто скажет ему, что он некультурный. А каждый боец должен быть готов принять вызов от местного забульдыги, который считает себя уличным бойцом, прямо как этот мужик в белой майке. Чувак пришел в боксерский зал и начал рассказывать о своей непобедимости и десятках побед во всех чебуречных районах. Конечно, после такого заявления вызов от него мог принять только местный боксер-аматор, который принял его слова всерьез и сразу решил боксировать в полный контакт. Но, видать, уличный алканиндзя не думал, что наливайка и боксерский зал отличаются бойцами, поэтому, пропуская жесточайшие удары, пару раз улетел в нокдаун. Но не сдавался. Видать, в надежде, когда беленькая откроет его чакры, продолжая боксировать, пока не улетел в нокаут за канаты. Думая о будущем, человек не живет настоящим, а, умирая, понимает, что не жил и в прошлом. Поэтому, когда пришел кризис среднего возраста, Стефан вдруг понял, что он крутейший боец на районе и должен это показать всему миру. Ну а для такой великой битвы, конечно же, нужен великий соперник. И кто же подойдет на эту роль лучше, чем девушка? Вот только мужик слегка лоханулся и вместо обычной домохозяйки вызвал на бой профи бойца, которая опозорила дядьку на весь мир, раздавая ему поджопники и лящи. Это не важно, что ты идешь медленно, главное, что ты движешься. Но есть места, в которые лучше вообще не ходить. Например, геймеру-блогеру на ринг. Пацан после парочки выигранных поединков в Mortal Kombat решил, что может показать парочку фаталити в реальном бою. Поэтому, одев шлем, вышел в ринг против профи боксера. Нужно сказать, что ему невероятно повезло, что именно этот профи оказался адекватным добряком и не стал нокаутировать победителя подземного мира с первого удара, а просто расстреливал полного нуба, как ему хотелось, пока не сделал фаталити по печени. Нормальный мужик, услышав слово «пол-литра», никогда не будет спрашивать, чего именно. А боец, который получил вызов от двух дам, никогда не спросит, зачем им это нужно. Две юные грэпплерши решили, что уже достаточно мастеровитые, чтобы справиться с профи-бойцом, и решили его побороть одновременно. Но у них это не особо получалось. Даже несмотря на то, что пацан боролся в полсилы и вообще не обращал внимания на попытки принцесс провести какие-либо болевые. Он просто игрался и делал то, что хотел. Вот вам и ответ на вопрос, сможет ли женщина конкурировать с мужчиной в реальном бою. Конечно, если этот бой не в спальне, там мужик бессилен. Если тебе плюют в спину, значит ты идешь впереди. А если дают леща, значит ты опустил руки. Но иногда можно получить даже тогда, когда руки держишь, прямо как наш новичок в черной форме, который решил, что полгодика тренировок достаточно для того, чтобы наказать тренера-пенсионера. Только вот пожилой тренер с этим был не согласен и решил показать пацану, что в пороховницах еще есть порох. Человек, который совершил ошибку и не исправил ее, совершил еще одну ошибку. А чудак, который пришел в боксерский зал и выжил, совершил подвиг, прямо как наш герой в красных шортах. Пацан решил, что он классный боец и пришел в чужой зал, вызвав на бой тренера. Нужно сказать, что ему несказанно повезло, ведь тренер поверил его рассказам о великих битвах, поэтому одел полную защиту и решил боксировать в полсилы. Но потом понял, что этот балабол просто никакой и, сняв шлем, уже начал работать повеселее. Особенно, когда великий боец сдулся через пару минут. Если вам кажется, что цель недостижима, не меняйте цель, меняйте план действий. Прямо как этот воин в черном костюме. Видать, пацана никто не звал на профи ринг, а он-то лежа на диване думал, что лучше из лучших. Особенно, когда победил на кухне жену, в туалете деда, а в деревне бабулю. Поэтому пришел в боксерский зал и посреди тренировки вызвал на бой тренера, чтобы показать, как нужно. Ну и, конечно, показал. Только не как драться, а как бегать и пропускать удары с удивленной мордой. Ведь в реальном бою все немножко сложнее, чем по телевизору на диване. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько профи бойцов вы отправили в нокаут, не вставая с кроватки. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Ика! Все, спокойно, спокойно. Защита! Нагарин, дядя, просто, переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хопа! 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 Вот что! Приветствую вас, санцелитие тигры! Вниз в центр, вверх в центр. Вниз в центр, вверх в центр. Все! Прямой уклон, боковой апперкот в печень и правый локоть режем. Его можно бить сбоку, его можно бить немножко сверху вниз. Это все по противнику. Суть работы очень простая. Ты подбрасываешь мячик и пока он опускается, стараешься попасть по нему локтем. Левый фронт остановили. Правым коленом сократили дистанцию, зашли в корпус. Правый локоть пробили и левое колено добавили. Вот такой, казалось бы, простой комплекс всего из четырех упражнений меня вымотал капитально. То есть, тяжелее, чем работа в спарринге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok